Сегодня вся страна и мы с вами ликует. 18 марта день воссоединения Крыма с Россией и вторая годовщина Крымской весны. И сегодня даже наш президент Владимир Владимирович Путин уехал в Крым. Примите искренние поздравления с днём воссоединения Крыма с Россией и второй годовщиной Крымской весны. Ура! Да! Помним, как это было. 16 марта 2014 года состоялся референдум по вопросу о будущем статусе полуострова Крым. 96,7% избирателей республики и 95,6% избирателей города Севастополь проголосовали за вхождение этих территорий в состав Российской Федерации. 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Кремля был подписан межгосударственный договор между руководством республики Крым, города Севастополя и России о включении данных территорий в состав Российской Федерации на правах субъектов Федерации. 21 марта 2014 года Владимир Путин подписывает закон о воссоединении Крыма с Россией и утверждает ратификацию соответствующего договора. Также президент подписывает указ о создании Крымского федерального округа. В эти дни мы все вспоминаем, с какой радостью и воодушевлением восприняли это событие все россияне. Никакие санкции Украины не изменили это решение. В этом году мы отмечаем уже вторую годовщину этой знаменательной даты, уже вошедшей в историю памятных и великих событий нашей страны, как Крымская весна. Крымчане с оружием в руках защитили свою территорию. В истории нашего народа немало ярких героических страниц. И возвращение Крыма в Россию стало поистине всемирно-историческим событием. Именно события Крымской весны показали всероссийский патриотизм крымчан. И то, что Крым еще более русский, чем казался до тех пор. Крым это зона экономического прорыва. Сейчас в Крыму развивается сельское хозяйство, восстанавливается промышленность, прекратились невыплаты пенсий. Население увеличилось на 50%. Этот Крым еще будет не только жемчужиной нашей России, но и жемчужиной мирового значения. В наших сердцах и сознании крымчан полуостров всегда остается неотъемлемой частью России. И пусть этот день всегда напоминает потомкам.